Уже большинство голосовали за строительство. Люди должны работать, понимаете? Рабочие места должны быть. Люди-то за. Но есть такие люди, которые против. Те, кто против, те и сами нарушают закон. На протяжении двух лет у нас просто находится район на военном положении. Стравливают народ и все. Просто-напросто стравливают. Еще начинается запугивание. Чего они добиваются, не знаю. Я и наши вот жители хотят, ну, чтобы разобрались в этом деле. Ну, надоела вот эта война. Друзья, на нашу электронную почту пришло письмо от жителей села Гороховка Верхнемамонского района Воронежской области. Я считаю это письмо крик души местных жителей, основателю общественного движения «Дорожный контроль» и организации «Право на защиту Серового Ю». Уважаемый Вадим Юрьевич, мы, жители села Гороховка Верхнемамонского района, обращаемся к вам с просьбой. На протяжении почти двух лет наш район находится буквально на военном положении. В конце 2018 года стало известно, что воронежская компания «Агроэко» планирует построить вблизи сел Гороховка, Нижний Мамон и Осетровка по одному свинокомплексу. Эта новость вызвала волнение многих жителей. Люди опасались, что с появлением объектов наши села накроют запах свиноводства, возникнет нехватка питьевой воды, нам запретят держать в домашнем хозяйстве свиней. Произойдет экологическая катастрофа. Против строительства предприятий прошли сходы, была создана инициативная группа, собирались подписи. Прошлым летом ситуация стала меняться в лучшую сторону. Компания услышала голос людей и перенесла места строительства на 6-7 километров от населенных пунктов. Непосредственно от села Гороховка новая площадка будет находиться на расстоянии 11 километров. В Нижнемомонском поселении свинокомплекса не будет вовсе. Многие жители побывали на действующих хозяйствах Агроэко в других районах и убедились в том, что их опасения о негативном влиянии предприятий значительно преувеличены. В результате в декабре 2019 года в Гороховке состоялись общественные слушания, на которых большинство участников поддержало строительство свинокомплекса Агроэко. В границах нашего поселения. Также со временем мы смогли убедиться, что компания Агроэко не является временщиком, а готова помогать благоустраивать жизнь нашего села. О чем говорят конкретные дела. С ее помощью было проведено освещение одной из улиц, построена водонапорная башня, в процессе подготовки дорогостоящий капитальный ремонт сельского дома культуры. У компании налажены добрососедские отношения с местными ТОС, школой, казачьим кадетским корпусом, отделением милосердия. Глядя на это и понимая всю важность поддержки села в условиях, когда сельские бюджеты трещат по швам, многие пересмотрели свое мнение о компании. Сегодня большинство жителей не только Гороховки, но и других сел района относятся к ней и ее проектам доброжелательно или хотя бы нейтрально. Казалось бы, должен наступить мир. Однако ситуация по-прежнему наколена. Инициативная группа в составе Равейн, Черных, Герман, Софрина, Иларионов, Минин и другие продолжает писать жалобы, устраивать скандалы, срывать заседания местных советов народных депутатов. Некоторые из них ходят по дворам, оказывают давление на тех, кто не соглашался с их точкой зрения. Вплоть до личных оскорблений и угроз. В июне они привезли в район так называемых блогеров из Воронежа и Москвы, которые своим неуважительным, если не сказать больше, поведением, накаляет обстановку, мешает работе местной власти, терроризирует граждан, вносит в жизнь простого человека тревогу и раздражение. Но я так понимаю, речь идет о Шамардине, он и здесь уже успел отличиться. Мы не знаем, кто движет инициативной группой, какие у них мотивы. Известно, что некоторые ее члены баллотируются в местные советы народных депутатов. Возможно, они таким способом просто хотят привлечь к себе внимание население. Но люди устали, люди хотят спокойной жизни. Два года жить на пороховой бочке невыносимо. Вадим Юрьевич, обращаемся к вам, как к известному в Воронежской области общественнику, юристу, правозащитнику. Мы просим вас приехать в Верхнем Омонский район, разобраться в сложившейся ситуации и рассказать о ней широкой общественности. Возможно, именно вам удастся все разложить по полочкам и положить конец этой бессмысленной войне. Уверены, что многие люди будут вам за это благодарны. С уважением, ниже подписавшиеся. Ну а мы, в свою очередь, решили провести свое собственное независимое расследование. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Я жительница села Гороховка, Архипова Зинаида Федоровна, бывшая учительница, депутат сельской администрации. Ну вот, еще я являюсь председателем первичной организации общества инвалидов. Вот такие у меня полномочия. Скажите, вообще, вот поделитесь проблемой. Что за проблема у вас в селе? Ну, в селе такая проблема. Не только в селе, в районе. На протяжении двух лет у нас просто находится район наш на военном положении. Как только жители узнали в 2018 году, что Воронежская компания Граэка собирается, планирует, строить здесь комплекс в Гороховке, в Осетровке, в Нижнем Мамоне. Люди заволновались, забеспокоились. Во-первых, запахи пойдут неприятные, травить нас будут. Просто погибнем. Затем нехватка питьевой воды беспокоила. Короче говоря, просто экологическая катастрофа наступает. Поэтому волнений было много. Люди все были настроены против строительства. Буквально все против были. Создана была инициативная группа. Все писали, значит, подписывали вот эти все петиции. В Москву писали, все росписи. Но потом прошло время, начала меняться обстановка. Люди поняли, что компания пошла навстречу всем требованиям нашим. Значит, что, во-первых, унесли эти площадки для строительства на более длительные, такие длинные расстояния, большее. Например, 6-7 километров. А вот в Горохе вообще на 11 километров унесли площадку. Ну, это же нас удовлетворяет, правильно? Ну, что еще скажу. Вот уже летом, в 2019 году, уже немножечко изменилось отношение к этой компании. Затем стали они, конечно же, очень активно принимать участие в социальной жизни села. во-первых, улицу Чупахову осветили, свет провели. Ну, это же чудесно. Согласен. Вот у нас на Касагоре, вот прям недалеко, вот у нас через загороды сосна, в сосне поставили новую башню водонапорную. Вы знаете, было такое опасение, я все время говорила главе, что у нас башня настолько уже трухлявая, она в 64-м году прошлого века была построена, она вся уже, знаете, ну как, железо ржавеет, да, думаем, ну все, когда-то в один день мы останемся без воды. Вот после этого запроса область выделила деньги, агроэко помогло, башня поставлена. Как обещали, весной сделали, сделать так и сделали. Мы такие довольны, все вот люди, которые живут одинокие, ой, как хорошо, как хорошо. Ну, это же радостно и приятно, да? это очень хорошо, на самом деле, молодцы. Ну, я так думаю, а сколько недобра сделали, дом культуры, пожалуйста, капитальный ремонт запланировали, не все, конечно, сразу. В прошлом году они сделали, значит, фойе, сейчас они перекрывают вверх, значит, здание этого. Ну, все кажется хорошо, да? У нас площадку на Косогорье сделали деткам, хорошо. Молодцы. Вот, а еще я хочу сказать тоже о добрых делах. Я как председатель общества инвалидов, значит, я тоже благодарна им за других инвалидов. Вот они помогли некоторым инвалидам, вот, семейной паре, не было воды в доме, а мужчина после инсульта, понимаете, он помыться, не было условий, душевую кабину поставили, вода в доме. Другой бабушке провели, помогли построить забор. Так, еще одному молодому человеку, он тоже инвалид, почти не ходит, почти не разговаривает, так у него и газ привели, ему тоже помогали район. Но дело в том, что крыльцо вот у него совсем разрушилось, а он же ходит плохо. Поставили крыльцо ему новое. Ну вот, такие вот, кажется, мелочи, кажется, мелочи, да, может быть. А людям нас благодарны не очень, понимаете? Наверное, я почему думаю, ведь у нас тоже же есть, и фермеры, и все, но пока до этого как-то не было слышно, что таких вот дел было. То есть у вас здесь местный фермер есть, я так понимаю, да? Конечно, местный фермер есть. И никак он не помогал ничем никогда? Нет, ну, фермеров тут много. Я бы не скажу, что они не помогают. Ну вот, вот это вот конкретная работа, понимаете? Дела конкретные. Ну вот так люди начали постепенно менять свое мнение. Вот, значит, в декабре прошлого года состоялись слушания. Вот, и на этих слушаниях уже нам, как бы сказать, убедительно, рассказали, доходчиво все. И были представители нашего правительства Воронежского. Все рассказали нам, и люди как-то сразу как-то вот поменяли мнение, понимаете? Уже большинство голосовали за строительство. Вот. Ну, а инициативная группа, конечно, продолжала кричать и настаивать на том, чтобы противодействовать. А сколько их примерно человек вообще в инициативной группе? Ну, у нас в Варуховке, я так скажу, так, их было вроде как много. Можно, так сказать, 10 человек, наверное, может быть, даже больше. Но сам инициативный, это Валентина Васильевна Черных, она самая инициативная. У нее свои цели, наверное, я так думаю. Ну, а какие вот требования были выполнены? Местные жители поддержали? Требования какие? Строительство было рядом почти намечалось. А теперь оно ушло за 11 километров. Ну, скажите, пожалуйста, разве это, они же ушли, они послушались, прислушались к мнению людей. Поэтому, так скажем. Потом изменились, я так понимаю, унициативные группы требования, да? Ну, а теперь я даже не знаю, они все равно свое настаивают, настаивают и все. Я даже не могу вам рассказать точно, что это только с ними можно решить. Что они требуют? Мы сейчас те, кто к нам обратился, мы хотим всех выслушать, значит, а потом выслушать и сторону ту, которая противоборствует, так скажем, разлад вот этот вносит. Тот негатив, который идет, это от меньшинства. Конечно, конечно. Вот последние, когда слушания были в декабре, я так сама там присутствовала, выступали многие, положительно, прямо сказать, и дали разрешение. Мы за то, чтобы люди должны работать, понимаете, рабочие места должны быть. Вот самое главное. У населения такое мнение. Рабочие места должны быть. У нас сейчас уже некоторые, мы уже знаем примеры. Вот у нас тут мужчина, его зять живет в Мамоне, он устроился электриком. Очень доволен. Еще один мужчина работает и мясо им там по дешевой цене дают. И, ну, в общем, они же там устроены, как говорится, официально, понимаете. Это тоже большой. Зарплаты там устраивают. А были на уже, на действующих предприятиях Агроэко вообще бывали? Да, побывали. Наши я лично не была, не могу сказать. Но кто-то вот... А многие ездили, да. Ездили, да? Ну, и так считают, что слухи преувеличены о том негативе, понимаете, от них. Я бы хотела, чтобы вот лично я и наши вот жители хотят, ну, чтобы разобрались в этом деле. Ну, надоела вот эта война. Да, как будто мы какие-то предатели какие-то или что-то. Как будто, если мы за строительство, понимаете, значит, мы, наверное, предатели какие-то. То есть это так вот позиционируют, так я понимаю, да? Да, да. То есть есть еще какая-то такая война, вот разжигание этой войны местного населения, стравливая, даже сказала так. Конечно. Мы раньше жили, у нас всегда праздники были в селе, хорошо, дружно, а теперь вот как-то все дружно косятся, может быть, ну, вот эти, понимаете, оппозиция, да? Инициативная группа. Не знаю, чего они добиваются, не знаю. Я, Горбунов Геннадий Петрович, работаю в школе водителем автобуса. Ну, вот у нас проблема первая, это комплекс против люди, люди-то за. Ну, есть такие люди, которые против, это фермеры. Им невыгодно, потому что зарплату не платят маленькую, соцпакетов нет у них. Люди работают просто так и работают по 12 часов. Если комплекс откроют, значит, люди все уйдут туда работать. Будут рабочие места, значит, будет молодежь оставаться в комплексе, если будет комплекс. Вот. Ну, те, кто бьется за эту экологию, они не смотрят, что рядом находится такая грязь. Ну, там, где мы сейчас находимся. С этими полями получилось так. Эти поля заливные луга. Дон, вот он он. Вот деревья, это дон. Вот здесь вот, в этом вот лесочке озеро. За тем полем 200 метров от озера, от озера, начинаются поля. Обрабатываются они, во-первых, ночью обрабатывают ядохимикатами. Вот уже 6 лет он травит. Пчел всех потравил у нас здесь. Ну, здесь просто я посмотрел, мы здесь рядом находимся, здесь люди живут. 200 метров поля. И вот люди задыхаются здесь, во-первых, это раз. То есть, почему-то инициативная группа не замечает, что здесь травят людей прямо под носом. Не только людей травят, они дон травят, рыбу травят. Вот сейчас в Дону уже рыбы становится меньше, потому что 6 лет он все стекает туда. Общались с кем-нибудь из инициативной группы? Да, общался с Черновой, на собрании выступал. Чернова тоже, она вот инициативная группа, тоже вот такое же поле распахало. Тоже заливное поле. У нее? У нее. Те, кто против, те и сами нарушают закон. Вот получается так. А у них есть какие-то фермы свои, животноводством занимаются? Ну, вот сейчас Чернова, у нее зять занимается фермерским, ну, разводит. Он тоже, вот не видит, от школы 200 метров. Вот зять Черновой, как же его, сейчас я скажу, Булычев, Павел, 200 метров от школы, от кадетского корпуса. Это что у нее там расположилось? Ферма. Ферма? Да. Все мухота. Там же запах, наверное, страшный. Ну, 200 метров, вот вы представьте, если сейчас эту ферму он запустит, все, в школе невозможно будет дышать. Во-первых, мухота, это же вредно. Оно уже сейчас, у него через дорогу ферма сейчас находится. А он и на эту сторону дороги. То было 400 метров до школы, а теперь будет 200 метров. И вот мы приходим к тому, что, а интересы какие? Они, я так понимаю, политически, какие здесь могут быть еще интересы, кроме бизнеса? Ну, политически, они еще лезут все депутаты. То есть, они в этом году, сейчас они выбираются? Да. 13 сентября они будут выбираться. А на это мероприятие, случайно фермерах, не спонсируют, интересно? Вот тут я не знаю. Потому что, если такой костяк сформировался из инициативной группы, которую финансируют фермеры, соответственно, есть такое понимание, что они в политику лезут все дружно, для того, чтобы формировать определенные интересы, преследовать определенные интересы определенных фермеров. Да. То есть, может, я ошибаюсь, поправьте меня. Нет, нет, вы не ошибаюсь. Правильно. Эти же, те, кто против, они же избираются в депутаты. Понятно. Тут все понятно и ясно. А ну, а как происходит вообще взаимоотношение местных жителей вот с этой инициативной группой? Они какой-то расклад, раздор несут? Ну, конечно, раздор. Они обязательно несут раздор. Люди начинают ссориться. Один против, один за. Но это же нельзя делать. То есть, они фактически местных сосед-соседов, не сосед, не друг и не брат. Стравливают народ и все. Просто-напросто стравливают. И еще начинается запугивание. А каким образом? Вот запугивание. Вот он мне предложил директору, вот увольте его. Уволили, чтобы меня с автобуса сняли. Обалдеть. Вот. Вот, пожалуйста. А директор что сказал? А директор говорит, как я? У меня водителей нету. Молодец. Не поддался на это. Нет. Я говорю, ни в коем случае. У меня водителя нету. Я сейчас уволю. Начали с другой стороны заходить. То в интернет меня выставляли. А что? Чернова. Там всякое. Это после выступления моего на собрании. Она выставила в интернет. Там облила грязью всякое. Вот такими способами начинают они. Ну а в целом большинство людей все-таки за постройку свинокомпуса? Обязательно. Все в основном сейчас, вот после последнего собрания, все за. Потому что я смотрю, очень много пообщался с людьми. Говорят, очень много делается со стороны Агроэка. Агроэка, во-первых. Вот сделали они освещение. Никто же не сделал. Сделали водопровод. На Косогорье не было воды. Поставили вышку. Протянули все. Сделали. Поставили площадки. Игровые для детей. Школу. Отремонтировали школу. Сейчас еще идет ремонт. Миллионы денег Агроэка вносит сюда. Пустили автолавку. Как прекрасно. Магазина близко нету. Бабушкам куда ходить? Мясо привозят. Хлеб привозят. Что заказал в этом магазине? Все привезли. Молодцы какие. Вот пожалуйста, это Агроэка. А что фермеры дают? Ничего абсолютно. Зимой дорогу не чистят. Дороги поделены между крестьянскими хозяйствами. Сельские дороги. Бывают моменты после бури. Я не выезжаю на автобусе. Дети ходят, идут пешком по поясу в снегу. А вкашивать дороги. Это фермеры хозяйств должны. Помогать селу. Нет. Улицы увидели, все заросли в улице. Ничего не дает. Ни трактора. Вот школа выходит. Мы выходим. Субботник делаем. Опиливаем эти деревья. А куда их девать? Складываем здесь. Ну что, с ребятишками. Ни трактор не увидели, ни тележку, ни машину. Ничего. Вот пожалуйста. Простое, что нам дают фермеры. Ничего не дают для села. На дотации район сидит. Придет Агрек, это уже большой плюс. Да, согласен. Огромные деньги. И они еще здесь ничего не построили, а уже что-то делают. Причем это не что-то даже. Очень много делают. Так что я думаю, что будет хорошо. Сейчас вот люди, даже паи, кто сдал им, они по тонну 300 дают зерна. А обычно вообще как это происходит? Ну давали 800 килограмм фермеры. То есть значительно. Да, значительно. То стали тонну давать. Это такая конкуренция, вот получается Агрека гораздо выгоднее, интереснее условия. Выгоднее, намного. То есть больше. А фермеров это не устраивает. Не устраивает. Они вот в этот раз поднялся скандал. Вот это Агрека поднял, и нам приходится платить такую же цену. Да, приходится тратиться больше. Тратиться. Они не хотят. Агрека масло дает. Во-первых, привозят уже готовое в мешках зерно. Домой привезли, разгрузили. Чем плохо? А здесь надо ехать к фермеру, нагребать, упрашивать, уговаривать. Еще сегодня я не отпускаю, завтра придешь. И люди поэтому сейчас вот все стараются к Агрека ближе. Потому что видно же все, что они делают. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok